здравствуйте мои дорогие гости зрители подписчики моего канала канала обзор на незазорно я благодарю всех тех кто подписался на мой канал благодарю те кто поддерживает меня полными просмотрами благодарю всех то ставит лайки и пишет мне комментарии спасибо вам огромное но мы переходим к влогам семьи колесниковых у них после их кредитной истории все достаточно скучно света и дарина сидят на кухне и света говорит о том что дарине слава богу легче уже и свете намного легче все хорошо слава богу и сегодня говорит два часа дня и надо на флюорографию она это упорно называет рентген легкий хотя в принципе конечно она тоже просто называется это конечно флюорография вот конечно говорит еще присутствует слабость и поэтому выпекать она конечно ничего не будет она готовить тоже ничего не собирается говорит какая-то там выпечка есть это подозревает что речь идет о тех пышках которые у него были потом что-то испечет потому что есть у него маргарин и масло когда-то будет конечно одному богу известно но пока вот у нее сил вообще нет и в общем бедная несчастная пожалейте меня все но я думаю со временем когда света придет из поликлиники вернется тогда вот будет что-то более-менее серьезное чем пышкин говори что тяжело и было идти вчера вот я просто удивляюсь а где же лёша на самом деле да было тяжело я еще вчера спрашивала сама себя задавала себе вопросом а где лёша когда света шла показываем красоты зимние за забором пока нашла к остановке я еще тогда спросила где лёша но неужели он не знал что же не плохо и не просто так она собралась ту поликлинику и вот она тоже самое говорю тяжело было идти и одно только радует то что в банке кредит закрыт единственная хорошая новость она прям очень хорошо у нее подействовала у нее прям крылья выросли за спиной света и у лёши но вы знаете я думаю что надо еще конечно взять выписку о закрытии счета из банка и лучше всего конечно туда пойти не попросить ее через email переслать или еще как-то так что надо пойти туда и расписаться и увидеть что на самом деле счет закрыт иначе это все филькина грамота позвонить может любой правда представиться сотрудником банка и так далее и так далее а когда ты сам присутствуешь когда твое личное присутствие все конечно выглядит иначе посмотрим пойдут они в пойдут расскажут нам они об этом не расскажут не знаю мы в комнатах это говоришь а дети сами убирать потому что у нее сейчас сил никаких нет и света только ганна говорит им что сделать она хотела сказать гоняет их ну как всегда по своему обыкновению но на им только говорит что делать а дети могут делают сами все говорит что аллергия у нее была она мед была от того и ест она его только понемногу говорит она это все сидя на кухне и перед ней две большие плошки с медом дарина сидит рядом и пальцем в этом меде ковыряется ковыряется впрямь в этой плошке одна плошка с сахарным медом вторая с растопленным медом в этом растопленном меде это дарина этим пальцем своим я не могла на это смотреть он на палец наконец-то облизала потому что свет сказал он уже оближет облизала я думала блин сейчас ты залезешь этим пальцем после своего рта снова в общую бадью это будет кирдык вообще этому меду но нет слава богу не залезла очень долго наиграла потом эти медом на ложку набирала и смотрела как он стекает снова в эту бадью ну и на фоне дарина света рассказывает что кредит подорвал здоровье говорит попалась на эту удочку но большему такого это думаю не повторится и бог помог колесниковым представляете с кредитом разобраться бог помог на все горе божье видите вот если бы не бог господи кто бы тогда вид из окна показывает нам света действительно красиво за окном зимняя сказка елки в снегу очень красиво очень здорово очень такая вот снежная картина такой зимний пейзаж красота ну а дальше мы видим что свету лёша подвозят в больницу на флюорографию подвозят прям и очень долго они едут по красивым заснеженным дорогам справа слева нам показывают пейзаж общем здорово а дальше что могу сказать лёша туда отвез обратно уже не обязательно обратно света идет пешком она вышла из своей поликлиники или из больницы где она там была идут на остановку и зашла в какое-то полуподвальное помещение то ли там магазинчик какой-то то ли там какая-то лавка непонятно что но в этом полуподвальное помещение есть столик есть какие-то сиденья табуреточки креслица куда можно присесть передохнуть там ее дети оказывается всегда ждут автобус давно представляете чтобы не мерзлись на улице им кто-то разрешил проводить время до автобуса в этом полуподвальном помещении и вот дети с радостью сюда приходят и греются чтобы не околеть на улице спасибо конечно тем людям которые это сделали потому что на самом деле зима-то ого-го какие в подмосковье ну и света тоже туда спустилась очень была довольна говорит тут story тут можно даже домашнюю работу сделать там какие-то книжки на столике и я так думаю что света была бы очень счастлива если дети делали домашнюю работу тут же представляете сколько времени свободного тогда появлялось бы у детей для работы по дому света просто счастлива была бы но но слава богу дети не делают уроки там они делают уроки дома и это я думаю хорошо возвращаются они домой наконец-то уже идут уже по этой дороге к своему дому уже в своем дачном поселке конечно темнеет рано зима и идут в по тьмах а я вот подумала они идут сейчас считается взрослым человеком с мамой своей идут да когда они ходят одни хорошо если они еще идут хором все а если у кого-то раньше это заканчиваются занятия у кого-то позже представляете девочка самая маленькая в школьнице их виталина не дай бог у нее там что-то какое-то мероприятие и она задержалась в той школе и вот таким вот зимним вечером темным она идет одна по этим сугробам а анжелика померила сугробы на самом деле я так понимаю сугроб был выше уровня ее сапожек потому что она говорит аааа снег у меня уже практически в сапогах представляете и темно и снежно ой и хорошо если там грейдером прыгал как час пришли а если нет короче говоря алеша завез свою семью в какую-то глушь я так понимаю и чем дальше тем только хуже зимы там конечно очень тяжело пережить неправильно это зимы это дачный поселок и на зиму там практически никто не остается ну вот как-то так конечно хочется верить что со временем будет только лучше со временем может быть автобус будет ехать прям вот поэтому дачному поселку подвозить будет и школьный автобус детей или как-то может быть подумают может быть через этот школьный через этот дачный поселок школьный автобус будет ехать других детей подбирать потому что на самом деле дачный поселок может где-то будет нормальный поселок недалеко ну посмотрим будем надеяться на лучшее но пока могу сказать что дети зимой идут практически по сугробам в темноте после школы они кое-как добираются домой конечно же это не дело ну вот таким вот получился у меня обзор влогов семьи колесниковых если он вам понравился ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем пока пока и встретимся в комментариях